Библейский портал экзегет.ру представляет Поговорим о седьмой главе Евангелия от Луки в рамках проекта, который представлен порталом экзегет.ру. В седьмой главе Евангелист Лука рассказывает о событиях, которые происходили тоже в первые, может быть, полтора-два года служения Христа, но помещает он их в некоторой логике довольно понятной после Нагорной проповеди. Он говорит о том, что происходит за кадром диалога Христа с толпами людей, которые его приходят слушать. И вот он рассказывает некоторые удивительные совершенно вещи. Здесь, впрочем, еще нам с вами надо обратить внимание на то, что Лука по своему происхождению, скорее всего, эллин. Хотя на этот счет есть разные идеи. Некоторые предполагают, что он мог быть иудеем из диаспоры или празелитом. Суть в данном случае заключается в том, что на некоторую идею национальной исключительности народа-богоносца Лука смотрит со стороны и чуть-чуть с некоторым, я бы сказал, скептицизмом. И поэтому после разговора с народом Божьим о том, как войти в царство и жить в нем сейчас, вот евангелист помещает такую замечательную совершенно историю, когда ко Христу приходит иноплеменник, сотник, центурион, стал быть римский младший офицер, который едва ли был иудеем по своему происхождению. На самом деле его национально-религиозная принадлежность остается за кадром. Одно лишь понятно, что он, скорее всего, иудеем не был. И вот иудейские старейшины решили поддержать просьбу этого самого центуриона, который пришел просить за своего тяжело больного слугу. И они говорят, что да, он достоин, чтобы ты сделал чудо, он любил наш народ, построил нам синагогу. И вообще такой весь, значит, вот спонсор. Да. И удивительная совершенно вещь заключается в том, что когда Господь Иисус откликается на эту просьбу, на этот призыв и собирается уже идти и идет с людьми к дому этого сотника, сотник говорит следующие слова «Господи, я недостойен, чтобы ты вошел под кровь мой, но скажи только слово, и исцелится мой слуга». Во-первых, как и в случае с апостолом Петром в лодке, сотник видит себя, свою жизнь, состояние своего сердца в какой-то удивительной точности перед Богом. Поэтому он честно и прямо, осознавая всю реальность, говорит, я недостоин, чтобы ты вошел под кровь мой. И на этом фоне бросается в глаза то, что множество людей нередко считают себя вполне достойными, хотя мало чем отличаются, наверное, от этого сотника. Во-вторых, для Луки, вообще, на самом деле, для других евангелистов, которые тоже приводят эту историю, важно, что этот самый сотник, он не израильтянин, однако он способен увидеть некоторую правду перед Богом и осознать, так сказать, свое подлинное место. Это ведь совершенно необходимо для того, чтобы можно было что-то менять, что-то исправлять. Вот. И еще один удивительный момент. Сотник говорит, а, собственно, зачем тебе ходить, когда ты ведь можешь просто слово сказать, и этого будет достаточно, потому что мир устроен так, как его устроила твоя воля. Он, скорее всего, неосознанно, но все-таки исповедует в Иисусе некоторое божественное начало, которое для всех окружающих еще пока остается совершенно непостижимым, и они даже в эту сторону думать не готовы. А сотник говорит, что для того, чтобы привести в гармонию окружающий мир, например, для того, чтобы избавить человека от страданий, от этой болезни, вот этого слугу сотника, тебе достаточно твоей воли и твоего слова, достаточно, чтобы ты просто сказал. И Христос говорит на это, посмотрите, и в Израиле не нашел я такой веры. Господь удивляется и благословляет этого сотника, и, конечно, чудо происходит, слуга его исцеляется. И это очень поучительный момент для окружающих, потому что одни в ответ начинают радоваться, удивляться и думать, действительно, а кто же это такой, если его слово достаточно для исцеления. А другие, наоборот, негодуют, считают, что он предатель, изменник родины и прочее, прочее. Вот намечается некоторый выбор, который, в конце концов, среди окружающих Иисуса приходится делать каждому. Дальше, продолжая обрисовывать пространство этого выбора, Лука рассказывает о том, как по дороге Господь со своими учениками встретили похоронную процессию, в которой хоронили сына некой вдовы. Это было у стен города Наина. И этот умерший человек был единственным сыном матери, что создавало достаточно серьезные социальные проблемы, потому что в данном контексте, в отличие, скажем, от Запада империи, женщинам чаще всего вообще не предоставлялась возможность с правовой точки зрения самостоятельного существования. Но дело даже не в этом, а просто в том, что, увидев горе матери, Иисус пожалел ее, остановился и такой знаменательный очень жест – «прикоснулся к адру, на котором лежит умерший». Этого делать нельзя. Прикосновение к смертному адру и к мертвному человеку делает прикоснувшегося ритуально нечистым. Он не имеет права на многие вещи входить в дома израильтян и в селения. Вообще, это такое вот ритуальное осквернение. Однако Иисус это делает. Иисус это делает и воскрешает мертвого. И в этой ситуации возникает вопрос, что, собственно, куда делось это? Правило о ритуальном осквернении. Если этот мертвый воскрес, как отнестись к этому? И всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами». И Бог посетил народ, свой люди, вокруг Иисуса, сталкиваясь с некоторыми его поступками, неожиданными, странными, иногда пугающими, вызывающими возмущение. И, по крайней мере, недоуменные вопросы. Вынуждены задумываться о том, кто это такой. Наверное, думают одни, это великий пророк. Дальше евангелист рассказывает о том, как уже сам Иисус вступает в обсуждение подобных вопросов с окружающими людьми, когда приходят к нему ученики Иоанна Крестителя, те ученики, которые остались при Иоанне Крестителе и в течение какого-то времени были с ним. Иоанн Креститель послал их ко Христу спросить, ты ли тот или ждать нам иного? Вопрос, который вполне очевиден по содержанию, да, Иоанн Креститель спрашивает, ты действительно Спаситель, Помазанник, Мессия, или это какая-то другая часть замысла Божьего? И, строго говоря, для нас не так важно, почему вообще Креститель задает этот вопрос. При этом надо только помнить, что он в этот момент сидит в тюрьме в подвалах крепости Махерон, и для него этот вопрос действительно важный. А существенно, что отвечает на это Иисус? Потому что, в отличие от других обстоятельств, он совершенно не говорит, там, ах, маловеры, ах, такие, там, почему же вы не вразумляетесь, как он иногда это говорит. Крестителю он отвечает вполне содержательно, говоря, вот, расскажите ему, слепые прозревают, храмы ходят, прокаженные очищаются, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Собственно, это парафраз начало 61 главы книги пророка Исаии. И для Крестителя такой ответ, очевидно, будет означать, что да, это действительно Мессия, да, это Христос. И дальше Иисус спрашивает окружающих, ну, а вы, собственно, сами, об Иоанне Крестителе, что думаете? Что смотреть? Ходили вы в пустыню? Почему для вас важен этот человек? И те действия, которые вы совершили, приходя к нему покреститься? Это тоже ведь серьезная вещь, потому что от ответа на этот вопрос в значительной степени зависит и ответ на вопрос о том, кем мы считаем самого Иисуса. И вот Господь говорит своим ученикам, что, конечно, Иоанн Крестителе есть тот, о ком Бог говорит, вот я посылаю ангела моего перед лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Он говорит о том, что ученикам не стоит ориентироваться на вопросы или недоумения, или, может быть, даже сомнения, которые есть у Иоанна Крестителя, потому что все равно из рожденных женами не восставал больше его. Но удивительные, тоже замечательные слова Христа, он говорит о том, что, ну, меньше в Царстве Божьем, больше его. Собственно, тем самым закрывается всякий разговор о сравнении, кто больше, кто меньше. Креститель, или те, кто в Царстве, или кто-то еще. Господь говорит о том, что на самом деле значение имеет, только то, находишься ты, пребываешь ты в Царстве или нет. И величина, так сказать, она определяется исключительно этим. Ну вот, что это значит? Оправдана премудрость чадами ее. слова, которыми заканчивает Иисус весь разговор о Иоанне Крестителе. Фраза, которая достаточно туманно звучит и на греческом, и, к сожалению, мы не восстановим то, как она звучала в оригинале. Христос говорит о том, что, понимаете, вот люди приходят к человеку, которого они почитают за пророка, приходят, что-то слушают, составили какое-то свое мнение, и ничего не изменилось в их жизни. Вот они встречают другого человека, совершенно непохожего, как Иисус не похож на Иоанна Крестителя. И опять, в нашей жизни ничего не меняется. И Христос приводит поговорку, вам насверили, играли, вы не радовались, вам пели погребальные песни, вы не плакали. Ну вот, мы мало реагируем, и наша жизнь не меняется от того, что мы узнали, услышали, поняли. Это, на самом деле, трагическая особенность человеческой жизни. И вот Господь говорит о том, что те, кто могут все-таки увидеть, услышать, почувствовать какую-то правду Божью, они в состоянии признать Божью правоту. Знаете, в Евангелии от Иоанна в одном месте Господь Иисус говорит о том, что кто хочет творить волю Отца Моего, тот узнает об учении моем, от Бога ли оно. Так вот и здесь он говорит о том, что человек, сердце которого направлено к Богу, он может услышать Бога вне зависимости от того, в той или иной форме эта весть от Бога к нему приступает. И дальше завершает седьмую главу тоже такой почти хрестоматийный рассказ о том, как Иисус был в гостях у некоего фарисея. И в этот момент дело, по-видимому, происходило в таком полуоткрытом дворике, часть которого была открыта на улицу, и в этот момент слушавшая его женщина с улицы плакала, слезы ее капали ему на ноги. Да, она стеснялась этого, пыталась вытереть это своими волосами. И вот фарисей в этот момент подумал, что ну да, если бы это был пророк, наверное, догадался бы, что это за дама. Да, и вот тогда Христос говорит ему, Симон, понимаешь? Ведь на самом деле прощаются грехи тому, кто Бога любит, тому, кто в состоянии услышать вот эту весть о милости Божьей, какую-то глубину правды, невзирая на всю поврежденность жизни, все-таки откликнуться на этот удивительный цвет и красоту Божью. Вот кому прощаются грехи. Сказывай тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много. А кто мало любит, тому и прощается мало. Понимаете, вот это на самом деле очень важная вещь для Евангелия в целом, потому что в конечном итоге основная идея заключается в том, что наши взаимоотношения с Богом проистекают не в каком-то абстрактном пространстве, а в наших взаимоотношениях с Иисусом. И поэтому Симон, который там относится к нему с большим сомнением и даже подозрительностью, Симон фарисей, вот, оказывается, не прав в этой ситуации, а эта грешница, которая действительно грешница, никто этого не отрицает, тем не менее, находит Божье прощение, потому что для нее важен и Иисус, и то, что Он говорит. И вот Он говорит ей, вера твоя спасла тебя.